Good day! We are continuing our moral. Today we are preparing a sample dish and usually explain the Great Post. Ты чё? Ой, Пари? Какой Пари? Не Пари, не Лондон. Дома мы, дома. А, извините. Добрый день, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы приготовим несложные блюда, которые... Какие? Несложные. Понял. Которые обычно употребляются православными в Великий Пост. Понятно. С чего начнём? Начнём мы с салата. Из редьки. Понятно. Что для этого надо? Ну, редька, зелёный горошек, растительное масло. Приступаем? Давай. Давай. У нас салат из редьки. Ага. Потрём её. Тоже на крупной, да? На крупной тёрке, да. Давай я тебе чего-нибудь про пост расскажу. О, давай, расскажи, расскажи. В средние века даже государственные законодательства Востока и Запада по правительству Лопаста. В дни Великого Поста запрещались всякие гулянки, игры, бани. Как? И мыться нельзя, что ли? Нет, ну, мыться, конечно, можно было, но ты знаешь, что такое баня? Ну, знаешь, да? А у нас всё-таки Великий Пост. Так, давай дальше лечь. Прокращалась также торговля мясом, закрывались лавки, кроме тех, у которых были предметы первой необходимости. Даже феодалы отпускали рабов на волю. Ух ты! Пустолеешь? Здорово! Ну, совсем немножко осталось. Да, ещё чуть-чуть. Тяжело тереть-то, да? Ну, не очень. Так, теперь мы кладём, перекладываем редьку вот в эту красивую тарелочку. Да. Не, ну, Дим, я не понял, кладём или перекладываем. Ну, это как тебе удобно. Так. Редьку. А мне знаешь, как удобно? Как? Вылаживать. Добавляем мне зелёный горошек. Ой, зелёный горошек, это я люблю! Да. Я тоже. Перемешиваем. Так. Ну и... Тщательно-тщательно мешай. Хорошо. Ну и заправляем растительным маслом. Так, маслица. Маслица немножко. Вот, вот, вот. Как я угадал, что хватит-то. Да. И опять мешаем. Да. Ну всё. Перемешиваем. Перемешиваем. Понял. Ну, салат, в общем-то, и готов. Ой, и не солить не надо ничего. А, ой, ещё же надо посолить. Во! Я уже золотой. Если бы я себе не напомнил, салат бы не удался. Соли. Чуть-чуть посолим. Опять перемешиваем. Да. Вот это салат у нас три раза мешать надо. Нет? Так, три. Теперь вроде бы всё. Вот теперь ты готов, да? Да. Так, ну а чего теперь будем готовить? Теперь мы приготовим тушёный картофель с овощами по-домашней. Так, ну и для гостей тоже, да? Да. Давай. Чего для этого надо? Нам для этого понадобится картофель, морковь. А сколько картофеля и сколько моркови? Моркови полкилограмма, картофель килограмм, лук репчатый полкилограмма. Так. Соль, перец, чеснок. Так. Ну, давай, с чего начнём? Сначала мы порежем лук кольцами. А ты сможешь кольцами-то нарезать? Конечно, смогу. Ух ты! У тебя неплохо получается-то. Стараюсь. Правильно, старайся, старайся. Теперь наливаем растительное масло в сковороду. Много? Ну, чтобы дно закрыло. Понял. И обжариваем лук. Давай. До золотистого цвета. Лук жарится, а дальше что? А теперь на крупной тёрке измельчим морковь. Так, последняя-последняя морковинка у нас. Давай, Димка, давай. Мешаем лук. Ну что, лук готов? Да. Пожарился? Да, добавляем морковку. Прям туда же в лук? Да, туда же прям в лук. Да. И теперь пока порежем картофель. Давай. А картошку как резать? Кубиками. Кубиками, да? Да. А я ещё знаю, что соломкой режут. Да, можно соломкой. Мы сейчас будем резать кубиками. Понятно. Смотри, не порежься. Хорошо. Теперь картошку закладываем в морковь с луком. Понятно. Давай закладываем. Давай. Так. Я хотел бы добавить равномерный слоен. Вот. Да. Теперь солим. 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 Перчим. Перчим. Добавляем томатную пасту. Пастим. Пастим. А ту ложечку хватит, да? Да. Добавляем воду. Поливаем. Поливаем. Сейчас картошки с луком, с морковкой вырастут. Прикинь? Да. Теперь мы это всё ставим в духовку. В духовку? Да. Давай ставить. Салат мы сделали. Картошка у нас тушится. А теперь чего? Теперь приготовим апельсиновый чай. Вот это здорово. Давай готовить. Так. Берём свежевымытый апельсин и лимон. Я знаю, свежевымытые. Это значит, они свежие и ещё помытые. Да. Выжимаем из апельсина сок. А вот это что за штучка такая белая? Соковыжималка. О, какая хорошая. Хорошие люди, наверное, подарили. Да. Вот. Так, выжимаем сок. Ух ты! Вторую половинку. Да. Сужжит, как трактор. Маненька. Да. Ух ты! Он в обе стороны крутится. Да. Так, ну а где же сок? Ну вот сок. А, он внутри. Да. Давай теперь пока цедру лимона и апельсина на тёрке потрем. А что такое цедра? Цедра, ну вот, это скорлупа. Оболочка. А, оболочка. Скорлупа-то у орехов. Да. А у лимона с апельсином цедра. Цедра. Вот. И много цедрю нужно? Ну, не очень много. Ну, всё-таки интересное название. А я догадываюсь, это, наверное, как по-украински. Цедра. Нет, это по-бразильски цедра, что значит кожура. Да? Да. Ну, давай теперь. Давай. Теперь делаем то же самое с цедрю лимона. Так. Прямо с апельсином цедрю лимона. С апельсином я уже. С лимона прямо. То есть сам лимон нам не нужен, только цедра. Только цедра. Скажу, да. Да. Ну, вот еще чуть-чуть. Ну, всё. И теперь мы вот выливаем сок. Сок. Добавляем туда сахар. Много сахара? Три чайной ложки. Вот так. Ага. Сок, сахар. Чай свежезаваренный. Если у вас нет свежезаваренного чая, вы можете его заново заварить. Ха! Интересно. Так, чай. Ну и цедру. И всё это, наверное, перемешиваем? Да. Ставим на пол. Он горячий будет у нас? Да. Нет, вообще в итоге он будет холодный. А, но скипятить надо, да? Да. Чай вскипел. И чего теперь надо? Мы его с тобой процеживаем. Через ситечко? Да. И охлаждаем. Какой приятный аромат, а? Понюхай. Вот. Теперь мы напиток охлаждаем. То есть употреблять его лучше охлаждённо? Охлаждённо. Да. А вот? Этот напиток, кстати, повышает тонус, настроение, ну и всё прочее, кроме давления. А-а-а. Понимаешь? Какой чудный напиток. И вкусный. А теперь традиционный вопрос. Камерзный. Да. Что такое ливашники? А я знаю. Ливашник – это я. Я стою слева от тебя. Может быть. А вы, ребята, знаете, что такое ливашники? Кто первым догадается или узнает, звоните к нам по телефону 4-22-29. Ливашники. Вот, Вован, мы с тобой приготовили одно из меню, которое готовили наши предки в Великий пост. Здорово. Ну, давай теперь с ребятами попрощаемся. Давай попрощаемся. Пока, ребята. Пока. До новых встреч.